На Могилёшине урожайный год на виноград. Конечно, эту культуру не выращивает сельгаз предприемства, и у нас нема виноградных плантаций. Однако на приватных сотках виноградеры Могилёшины означают все это добрый урожай и демонстрируют важкие виноградные огромки самых разных гатунков. Ну кто-то ловит рыбу, кто-то играет в футбол. Ну вот тут зацепила и зацепила. Как Александр Арбуза, он на супер к своему прозвищу захопился виноградом. После переезда у Тишоуку Могилёшского района за место Городжи посадил три кусты винограду, а потом все пошло по нарастальной. Да и само по себе приятно наблюдать, когда от ростка, буквально скажем, от сучка трехглазковый черенок, и потом получается вот такое. Такая красота. Да. Александр на астаунику минулым теперь предприимальник веды про виноград здабывал у книжках и часописах. Теперь простей, усю есть у интернете. С кожных и куста селита господара трымая у середнем два десятки килограммов винограду. Гэтым часом я еще не усе поспела, але урожай уже можно оценить. С погоды хорошо в этом году. Так, весна, конечно, тяжеловатая была, но все получилось, скажем так. Шлях нашего життя проходит праз виноград. Александр любит цитовать гэтую поговорку старожитных рымлян. Господар мает 30 гатункам винограду и готов рассказывать про кожны. Их отметность – ранние термины воспевания, каб хапила наших белорусского лета. Любимый высокоурожайный гатунок виноградара – Аркадия. Вот такая килограмма полтора. Ну, если побольше, по два с половиной более. Плоды с приватного виноградника одрозниваются от привозного по перше свежестью, а по другое – богатцем выбору. У вас выбор в два-три сорта максимум. Здесь поле фантазии, фантазируй, выбирай и пробуй. Виноград – каштоун и харчовый продукт с целым списом витаминов и корыстных речевов. До того ж смачно и тому зрозумело, что колькость винограда ропове лечивается и в нашем регионе. Главное хотеть, главное понимать, для чего это надо. А все остальное придет. А вам для чего? А мне для души. Илона Иванова, Дяніжавина. Новины региона.